Добрый вечер! Добрый вечер! Я рада приветствовать вас в нашей студии и благодарю, что вы нашли время обсудить эту тему. Давайте сразу начнем с дела, что такое юридически значимые факты. Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего выступления – это установление фактов, имеющих юридическое значение. Заявление об установлении юридических фактов подается в суд по месту жительства заявителя за исключением установления факта наличия документов, подтверждающих владение, пользование и распоряжениями объектами недвижимого имущества. Для дела данной категории подсудны судам общей юрисдикции. Суды принимают и рассматривают дела об установлении юридических фактов, такие дела в порядке особого производства. При подаче заявления об установлении юридического факта суд проверяет, при подаче заявления заявители, обращаясь к данным заявлением, суд проверяет цель подачи данного заявления. То есть в заявлении должно быть указана цель необходимости подтверждения данного юридического факта и доказательства, на основании которых подтверждается данный юридический факт. В соответствии с нормами гражданского процессуального кодекса, статьей 306 гражданского процессуального кодекса, суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, лишь при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов. И юридический факт устанавливается в судебном порядке, юридический факт, который непосредственно порождает юридические последствия. В какой суд может обратиться гражданин, который заявление написал, желает написать об установлении фактов, имеющих юридическое значение? Гражданин, заявитель может обратиться в суд по месту жительства. Дела рассматриваются судами общей юрисдикции. То есть если гражданин проживает в городе Уральск, то обращается в суд номер 2 города Уральска, расположенный в 5 микрорайоне, строение 12. Также такие заявления рассматриваются судами в районах суд общей юрисдикции. На практике с какими заявлениями в основном обращаются жители, граждане в суды? В основном большую часть заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение, это заявление об установлении трудового стажа, установление факта родственных отношений, нахождение на иждивении, установление факта принятия наследства, установление факта смерти, рождения. Но в большинстве случаев в последнее время большую часть заявлений составляет это заявление об установлении трудового стажа. Ну тогда давайте на нем подробнее и остановимся, да? В соответствии с законом о пенсионном обеспечении в Республике Казахстан, трудовой стаж для исчисления пенсионных выплат по возрасту учитывается за период до 1 января 1998 года. Трудовой стаж подтверждается трудовой книжкой, а при ее отсутствии иными документами, либо трудовая книжка или соответствующие записи в ней, то тогда устанавливается юридический факт. То есть на вопрос, какие документы для установления трудового стажа нужны, это вот нужна трудовая книжка. До обращения заявления в суд об установлении факта трудового стажа, гражданам необходимо обратиться в департамент. В каких случаях обращаются с заявлением об установлении трудового стажа? Это граждане, достигшие пенсионного возраста. То есть гражданин до достижения пенсионного возраста, согласно правил утвержденных, за 10 дней до достижения пенсионного возраста должен обратиться в департамент труда. В департамент труда гражданин обращается с заявлением, с документами, подтверждающими его трудовую деятельность. То есть до 1 января 1998 года трудовой стаж подтверждается трудовой книжкой, а при ее отсутствии документами, которые могут подтвердить тот весь период работы своей деятельности. А с 1 января 1998 года трудовой стаж подтверждается уже пенсионными отчислениями. Для этого необходимо, так, гражданин, достигший пенсионного возраста за 10 дней, должен обратиться к заявлению в департамент. В департаменте специалист проверит его документы, рассчитает стаж, с которым человек будет оформляться на пенсию и будет получать пенсионные выплаты при недостижении стажа, либо отсутствии записи в трудовой книжке. Но в большинстве случаев это отсутствие записи, либо неверность, неправильность записи в трудовой книжке. Неверные данные, номер приказа не соответствует дате принятия, дате увольнения, ошибки в данной трудовой книжке. Либо нечитаема печать. Вот в большинстве случаев обращаются. То есть обращение первоначально в департамент и после этого только в суд для установления трудового стажа. Для этого необходимо подать заявление в суд, приложить документы. Это копия трудовой книжки, либо при ее отсутствии документы это выписка, справка архива. Должна быть обязательно документ, подтверждающий, что нет другой возможности установить данный стаж. Это отсутствие организации, в которой гражданин, заявитель работал. То есть невозможность получения данных документов, возможно в архиве и сохраняются записи, что человек в такие-то года работал в данной организации. Но там может быть имя, либо фамилия не совпадают и при проверке департамент направляет их в суд. Для предъявления в суд заявления необходимо само заявление, трудовая книжка, справка с архива и оплата государственной пошлины. Каков размер государственной пошлины, когда человек обращается в суд о заявлении об установлении фактов, имеющих юридическое значение? Государственная пошлина это 0,5 МРП. Должна быть оплачена государственная пошлина в размере 0,5 МРП. И предоставлены все документы. А уже в ходе подготовки дела к судебному разбирательству при проведении подготовки, суд устанавливает документы, какие необходимо донести. То есть человеку необходимо предоставить суд доказательства того, что данный факт порождает юридические последствия, и он ему необходим для установления в настоящее время. И документы, которыми он может подтвердить факт трудовой деятельности, если остановиться на установлении трудового стажа. В какие сроки обычно рассматриваются гражданские дела? Подготовка дела к судебному разбирательству проходит в течение 10 рабочих дней с момента принятия заявления и рассматривается в течение одного месяца со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству. Продление сроков по данной категории дел не допускается. По документам, которые предоставляют, вот в ходе подготовки мы выясняем доказательства, которые могут быть предоставлены заявителям. Да, какими доказательствами гражданин может доказать вообще, что факт своей трудовой деятельности? Кроме трудовой книжки, при отсутствии ее, да, это документы, выписка с архива, справка с архива о том, что в данную организацию за такой-то период, за определенный период, который необходимо установить гражданину, документы этой организации не сдавались, либо на хранение не поступали, в основном поступают ответы, что документы такой-то организации на хранение не поступали. И данные факты подтверждаются свидетельскими показаниями, то есть в судебном заседании опрашиваются свидетели. Коллеги бывшие. Да, коллеги. Ну вот данный факт свидетели, свидетели должны быть лица, которые непосредственно осуществляли трудовую деятельность с этим гражданином, заявителем, и могут подтвердить данный факт не только своими свидетельскими показаниями, но и трудовой книжкой, записью в трудовой книжке. То есть в трудовой книжке свидетелей должны быть записи, подтверждающие работу именно в тот период, в той же организации. То есть для того, чтобы... В те годы. Да, в те годы, да, что он вместе осуществлял трудовую деятельность с заявителем. И на основании доказательств суд уже выносит решение по всем доказательствам, которые были предоставлены в судебном заседании, дает оценку и устанавливается юридический факт. Но до января 1998 года. То есть после 1 января 1998 года трудовой стаж уже устанавливается пенсионными отчислениями. То есть он в суде уже не устанавливается. Данные выписки, расчеты, они предоставляются уже непосредственно в департамент, который по своей базе может проверить пенсионные отчисления. Вот это именно касаемо факта установления трудового стажа. Я еще раз напомню нашим телезрителям о том, что мы работаем в прямом эфире, работаем для вас. Поэтому звоните, задавайте свои вопросы. Говорим мы об установлении фактов, имеющих юридическое значение у вас в студии. Судья суда номер 2 Гульнар Мусаурова. И мы перейдем к следующему факту. Это факт установления родственных отношений. В каких случаях это необходимо сделать? Факт родственных отношений устанавливается в судебном порядке, когда степень родства непосредственно порождает юридические последствия. На примере это получение свидетельства о правильном наследстве, либо получение пособия по потере кормильца. То есть в суд родственные отношения у нас устанавливаются непосредственно документами. Это свидетельство о рождении, актовая запись о рождении. Данные документы свидетельствуют о родственных отношениях. Родственные отношения не устанавливаются в судебном порядке. Родственные отношения между мужем и женой, между супругами не устанавливается данный факт. Родственные отношения между родителями, детьми, братьями, сестрами, бабушками, дедушками, он устанавливается на основании, как я перечислила выше, документов. Это свидетельство о рождении, актовая запись о рождении. То есть непосредственно документы, которые выдаются при рождении. Между супругами? Нет, между супругами нет. Родственные отношения не устанавливаются. Факт родственных отношений между супругами не устанавливается. А бывает ли, что обращаются супруги для того, чтобы... Вот с таким заявлением, что... Да, бывает. В каких случаях? В основном установление родственных отношений, это, как я уже говорила, факт вступления в наследство. То есть при получении свидетельства о правильном наследстве по закону, обращаясь к нотариусу, граждане устанавливают, что запись неверная, где-то фамилия, буква пропущена. То есть неправильность записи, да? Да, неправильность записи, да. В данном случае должна быть установлена неправильная запись акта гражданского состояния, но никак не факт родственных отношений. Да, и давайте еще раз причислим, когда факт родственных отношений не может быть установлен. То есть между супругами не может быть факт родственных отношений установлен. И факт родственных отношений между родителями и детьми. Бывают такие заявления, на примере можно привести, когда обращаются в суд. Допустим, мама просит установить родственные отношения между ней и ее сыном. И при этом при подаче заявлений мы устанавливаем, какова цель установления данного юридического факта. В период пандемии можно отметить, что были такие заявления. И данный факт необходимо было установить для выезда, например, в Российскую Федерацию. То есть в данном случае не могли подтвердить, если остановиться на примере, просили установить факт родственных отношений между матерью и сыном. для того, чтобы выехать за пределы Республики Казахстан. Это утеряно свидетельство о рождении? Нет, оно было не утеряно, свидетельство о рождении. В свидетельстве о рождении и в актовой записи фамилия была разная, без окончания. Вот у нас сейчас меняют же фамилии, например. Ну, например, Михайлов и Михайлов. Да, офф было убрано и дописано, да, допустим, дописано от руки. Все это было установлено и в установлении данного факта было отказано. Так как имеется возможность, ведь суд устанавливает юридический факт при невозможности получения иным образом подтверждающих документов, да. Только через суд. Да, то есть через суд. До обращения в суд должна быть процедура обращения в государственные органы для получения данных документов. То есть при утере, при отсутствии документов, которые невозможно внести исправление, вот обращение допустимо в суд. А в каких случаях все-таки требования, установления факта родственных отношений, вот прям необходимо? Ну, в основном факт родственных отношений необходим для вступления в наследство, либо вот для получения пособия по потере кормильца. То есть при обращении, родственные отношения устанавливаются, ведь при обращении к нотариусу, да, вот если остановиться на принятии наследства, при обращении к нотариусу после смерти гражданина открывается наследственное дело, да, вот наследственное дело, днем открытия наследства считается день смерти гражданина. Вот с этого момента открывается наследство. И при обращении к нотариусу устанавливается, допустим, у умершего трое-четверо детей, и у всех у них фамилия разная, имя разная, и обращаются с этим в суд. Но на практике обращение в суд, в установлении родственных отношений, это уже наследников не первой очереди. То есть наследники первой очереди, они подтверждают свое родство документально. То есть свидетельствами о рождении, если данное свидетельство отсутствует, то актовой записью о рождении, которая при обращении в РАКС предоставляется данная актовая запись о рождении, в которой уже указаны родители, дата рождения, ребенок, пол и, следовательно, родители данного рожданина. Вопрос от телезрителя. Какой суд будет рассматривать дело об установлении факта, имеющего юридическое значение для установления родства между дочерью и отцом? Вот опять-таки, между дочерью и отцом, ну, в суд по месту жительства, да, по месту жительства заявителя, да, если это Уральск, то суд номер два города Уральска, да, необходимо обратиться с заявлением. Но при наличии документов, подтверждающих, да, невозможность подтверждения и необходима цель, да, какое юридическое последствие порождает вот установление данного факта. Да, да. Какая цель? Это обязательное условие при обращении с заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Какие еще факты, имеющие юридическое значение, вот можно сегодня, об установлении каких фактов можно еще поговорить? Об установлении факта смерти, рождения, удочерения, отцовства. Это прям отдельный факт, такой объемный он идет, да. Да, это предусмотрены статьей 305 Гражданского процессуального кодекса, да, в данной статье указаны юридические факты, которые устанавливаются в судебном порядке. Это я вот уже говорила, да, трудовой стаж, факт родственных отношений, факт нахождения на иждивении, факт смерти, факт рождения, юридический факт рождения, установления. Вот данные факты. Факт несчастного случая, также устанавливается в судебном порядке. Факт развода, факт нахождения в брачных отношениях, фактически в брачных отношениях, вот судом не устанавливается данный факт. Факт наличия документов, подтверждающих владение, распоряжение имуществом, да, то есть объектами недвижимого имущества. Он может быть установлен в судебном порядке, если у заявителя имелся правоустанавливающий документ, но он был утерян, и выдача этого документа в настоящее время невозможна. То есть нужно доказать, да, в судебном порядке, что данный правоустанавливающий документ имелся, он вам принадлежал, но был утерян. Данные документы могут быть предоставлены. Если говорить об особенностях, вот установление фактов регистрации, рождение, установление и так далее, вы говорили, брак, развод и смерть, здесь какой факт, ну, такой факт когда не может быть установлен, в каком случае? В порядке особого производства, когда это может быть не установлено? Обычное заявление здесь от гражданина с чем связано? Ну, если гражданин обращается в суд с заявлением об установлении факта смерти, то данный юридический факт заявления рассматривается при установлении факта смерти при определенных обстоятельствах и в определенное время. То есть, заявлением об установлении смерти в суд, в судебном порядке рассматривается при наличии отказа органа РАКСа, выдачи данного документа. То есть, факт смерти подтверждается у нас чем? Справка медицинского учреждения. И, то есть, при получении справки обращаются в орган РАКС, который в последующем выдает свидетельство о смерти. В случае невозможности получения данного документа и отказа регистрирующего органа, то гражданин вправе обратиться в суд с данным заявлением об установлении факта смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах. А вот установление фактов развода, здесь вот в связи с последними изменениями, если через суд разводится, то здесь как бы не выдается же сейчас свидетельство о разводе. Свидетельство не выдается, да. Это как повлияет на вот этот факт установления в дальнейшем? Выдается в суде постановление, которое держит у себя, да? Нет, факт расторжения брака, да? Да, расторжение брака сейчас не выдается через сон свидетельство о расторжении брака. Да, в настоящее время свидетельство не выдается. Вот как оно повлияет на вот установление фактов в дальнейшем, если нет этого документа? Данный факт расторжения брака, да, он необходим в будущем, допустим, для какой цели? Для вступления в новый брак, да, либо подтвердить факт того, что родители, да, допустим, родители фактически брак расторгли. Особенность расторжения брака в судебном порядке. При расторжении брака в судебном порядке судом вносится решение. Данный судебный акт, он направляется на исполнение в органы регистрации актов гражданского состояния. То есть, если сейчас в настоящее время свидетельство о расторжении брака не выдается, но об этом делается отметка в органах РАКСа. То есть, данный факт, он регистрируется. А, регистрируется. Он регистрируется, он подвижит регистрации, да. То есть, решение суда, брак прекращается когда? Брак прекращается со вступлением решения в законную силу. То есть, решение суда выносится о расторжении брака. Судебный акт должен вступить в законную силу в месячный срок. И после этого он направляется на исполнение. То есть, он не может остаться в здании, в суде, так как он обязательно, если брак расторжен, то он направляется на исполнение. Свидетельство о заключении брака, оно остается в суде, то есть оригинал заключения брака при расторжении брака. То есть факт регистрации, он будет иметь место, так как данные сведения, они направляются в судом регистрирующий орган. То есть это будет направлено. Не смотря на то, что не выдается сейчас множество, не выдается действие о расторжении, но в любом случае. Но об этом делается отметка, да. Отметка, она существует. Да, да, конечно. Утери тут не произойдет. Да, так как при вступлении в новый брак, ведь это все по базе проверяется, при подаче заявления о регистрации брака проверяется, не состоит ли сейчас лицо в браке двойного гражданства, двойное не разрешено. Поэтому это все проверяется, это вот в базе органа, оно имеется. Вот факты смерти, мы останавливались на факте смерти, да. И вот факт смерти во многих случаях путают граждане, обращаясь с заявлением об установлении факта смерти, да, вот хотелось бы отметить, полагают, что вот факт смерти и факт объявления гражданина умершим, либо безвестно отсутствующим, что это является одним фактом, да. Вот юридический факт смерти, он устанавливается в определенное время и при определенных обстоятельствах, при наличии ответа, то есть отказа, да, регистрирующего органа. А факт, не факт, а вот умершим и безвестно отсутствующим, он устанавливается по заявлению родственника близкого, да, там круг лиц определен, которые могут обратиться в суд с заявлением о признании гражданина умершим, либо безвестно отсутствующим, но это уже другая тема. У нас сейчас идет именно об установлении факта регистрации смерти. Вот. Что можно сказать об особенности установления фактов нахождения лица на иждивении, если немного остановиться на этой теме? Вообще часто поступают такие заявления? Нет, такие заявления поступают, не часто, да. В связи с чем они? В связи с чем? Установление такого факта нахождения на иждивении, в основном такой факт устанавливается для получения пособия по потере кормильца. То есть законом определен порядок и круг лиц, которые имеют право на получение данного пособия по потере кормильца. То есть данный факт необходим в основном для этого, для получения пособия. Так как право на получение пособия по потере кормильца имеют только нетрудоспособные члены семьи умершего, состоявший на его иждивении. То есть для этого необходимо установление данного факта. Только вот этот пункт? Да, для получения пособия. Здесь есть какие-то свои особенности или нет? То также идет заявление? Да, также подается заявление, оплачивается государственная пошлина и указывается цель подачи данного заявления и, соответственно, доказательства, которые являются обязательными для суда при установлении фактов, имеющих юридическое значение. Вот по трудовой деятельности факта об установлении трудового стажа здесь я бы хотела тоже такой вопрос застрять внимание. Какой в порядок обращения заявители в основном? С заявлением, когда пенсия подходит или все-таки здесь нужно пораньше приходить? Вот здесь каковы особенности? Нет, здесь с заявлением о установлении трудового стажа необходимо обращаться именно в тот момент, когда вы уже достигли пенсионного возраста, как я уже говорила, выше, до достижения пенсионного возраста за 10 дней, согласно закону, гражданин должен обратиться в департамент. В департамент, а сами документы у нас подаются в ЦОМ. Обращаются в департамент, который расположен по улице Сарайших. При обращении в департамент специалистам проверяются документы. То есть проверили документы, рассчитали стаж, и если имеются в данной трудовой книжке, либо при отсутствии ее какие-либо документы, которыми гражданин не может подтвердить свой трудовой стаж, ему разъясняется, что вам необходимо обратиться в суд. И гражданин обращается в суд с заявлением. Просто хотелось бы отметить, что в основном сейчас граждане обращаются в суд за установлением трудового стажа, не подав заявление в орган, в департамент. То есть достиг пенсионного возраста, получил консультацию человек, что необходимо подтвердить, что определенный период он не подтверждается. И сразу идут в суд. А необходимо, вот вам в департаменте специалист рассчитал этот трудовой стаж, проверил все ваши документы и разъясняет. На практике это выдается лист, в котором указывается, рассчитывается стаж и указано, что вот такой-то период мы вам засчитываем в трудовую деятельность. А вот такие-то периоды, допустим, 92-81 года, мы его не можем принять, в связи с тем, что прямо указывается в табличке, что печать нечитаема, либо номер приказа и дата приказа не соответствует дате принятия его на работу. И направляет в суд. Хотя гражданин должен, получив эти документы, с установлением стажа, который ему был рассчитан, весь перечень документов, который необходим для начисления пенсионной базы пенсии, он должен обратиться в СОН, сдать все эти документы и в последующем уже обратиться в суд для установления стажа, который ему не был засчитан в трудовой стаж. То есть сначала в департамент, сначала в департамент, а потом уже в суд. Да, если есть необходимость в суд. Потому что сейчас вот на практике уже гражданин обращаясь в суд, в ходе подготовки мы выясняем, обращались ли вы в департамент. Не обращался. Не обращался. Естественно, мы направляем в департамент. Направляем в департамент с документами, чтобы вам проверили, все рассчитали. И в большинстве случаев после обращения в департамент, и если вот после просмотра специалиста документов устанавливается, что весь этот период будет засчитан, никаких других документов не нужно для подтверждения данного. То есть необходимости обращения в суд нет. Необходимости в суд нет, да. То граждане обращают, оставляют свои иски без рассмотрения в большинстве случаев. То есть до обращения. И вот хотелось бы отметить, что обращение в суд уже после того, как сдали документы. Так как органам будет рассчитана и начислена пенсионная выплата. То есть заявление о пенсионной выплате исчисляется со дня обращения. То есть ждать решения суда, когда решение вступит в законную силу, то есть гражданин теряет время. То есть он обратился с заявлением в суд, ему начислили эту базовую пенсию. Пенсионную выплату по тому стажу, который был рассчитан и подтверждается на день его обращения. А в последующем уже при обращении в суд, если есть такая необходимость, необходимость установления данного факта, при вступлении решения в законную силу, он обращается повторно в департамент, и там ему делается перерасчет его базовой пенсии. Так, у нас осталась буквально одна минута. Каковы особенности подготовки дела к судебному разбирательству и каковы особенности доказания? Очень коротко. Подготовка дела к судебному разбирательству является обязательной стадией гражданского процесса и представляет совокупность процессуальных действий судьи. Как я уже говорила, при подготовке дела к судебному разбирательству суд устанавливает, какова цель подачи данного заявления и доказательства. Какие имеются доказательства. Особенности доказывания данной категории. По данной категории должны быть предоставлены доказательства суду, такие факты, которые подтверждают наличие данного юридического факта, документы, письма, справки из различных органов, которые подтверждают невозможность получения данных документов. И доказательства, подтверждающие правовую цель установления этого факта. И, естественно, свидетельские показания при отсутствии доказательств, которые могли бы повлиять на вынесение, также могут быть предоставлены. То есть юридические факты устанавливаются также свидетельскими показаниями. Как я уже говорила, свидетели должны быть работники той же организации и осуществляющие деятельность в тот же период и в той же организации. И подтвердить свои пояснения трудовой книжкой, записью в трудовой книжке. Что ж, спасибо большое вам за участие в нашем эфире. Сегодня мы говорили об установлении фактов, имеющих юридическое значение. У нас в студии была судья суда номер 2, Гульнар Масаурова. Всего доброго, до встречи в эфире на телеканале Акжейк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Акжейк.